Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. 900 тысяч и 120 тысяч за приемку и оплату работ по договорам. Ранее сообщалось, что от другого предпринимателя также за приемку выполненных работ чиновник потребовал 65 тысяч рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Программа Экономика. В Кирове построят три дома для переселенцев. Это планы чиновников на 2022. Всего в регионе появится 9 новых домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Кроме Кирова, их должны построить в поселках Вахруши и Октябрьский Слободского района и в городе Амутнинске. По словам чиновников, в ключе от долгожданных квартир в этом году получат 2300 кировчан. Жилье для них будет не только строить, но и приобретать на вторичном рынке. Сейчас на переселение могут рассчитывать кировчане, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. Экономика. На 101 ФМ. Дали информации от наших партнеров. Открывая какой-либо бизнес, предприниматели часто сильно поглощены связанными с этим сиюминутными проблемами. И не задумываются, как в дальнейшем будут содержать свое дело. Например, 30% текущих расходов на содержание магазинов составляют затраты на электроэнергию. Ведь хороший свет – это один из главных факторов приятной атмосферы, а значит настроение посетителей и желание что-то купить. Получается, что экономить на системе освещения нельзя, но можно сэкономить на последующем ее содержании, если еще на этапе монтажа оборудования все правильно рассчитать и использовать инновационные решения. Учесть надо множество факторов – расположение ламп, световые потоки, уровень рассеивания света, количество дневного света в помещении, цветовую температуру и, конечно, сами типы ламп. Ведь даже разные энергосберегающие светильники – люминесцентные, светодиодные – не одинаковы по количеству потребленной энергии. Разобраться в сложных терминах и понять, как сэкономить на освещении, не ухудшив, а даже улучшив его качество, помогут в магазине «Световые решения» на Маклина 36, телефон 705-520. В завершении о валютах. Официальный доллар сегодня 76,58, евро стоит 86,85 рублей. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM